Здравствуйте! Расений Селезнев Зверобой. Сделал вот такую сетку в два слоя параллельно. Потом еще вверх загнул по одной ячейке и связал их между собой по периметру. Сверху, сбоку и снизу. С боков начал проделывать под маяк. Вот утолщение под марки, пусть уже подсохнет. Потому что с глиной возиться долго получается. Будут такие вертикальные растворные маяки. И заодно можно будет узнать, что тут такое утолщение какое-то пузо получилось из сетки. Неприятное. Вот так идет, идет, идет. Утолщение и дальше заглубление. Значит, глубина получается где-то между сетками вот около 5-6 сантиметров по-разному. Буду заливать раствором. Раствор будет из известковой, немножко золы. И вот такой вот у меня линопесчаная смесь прямо на участке имеется. Хотел еще использовать старый раствор, но он комками, наверное, сюда не пойдет. Сначала первый слой сетки я закрепил за проволоку. Вот эту, что тут была. Ту, которую я натягивал. Армопояс верхний. Армопояс нижний. Ну и вот отсюда почти не видно. Затем попросверливал отверстие. Позабивал туда гвозди. Вот как здесь видно. По два гвоздя. Побольше и поменьше. Между ними сетка. Тут первый ряд. Они поддерживают ту сетку. И дополнительно еще к вертикальным проволокам подвязывал ту сетку. Первый слой. Ну а второй слой поподвязывал к гвоздям. Чтобы она уже была жесткая. Она уже не болталась тут. Также еще тут эти окна остались. В этих окнах получается удалось там порасверлить. И гвозди будут ложиться. И консоль такая дополнительная получаться. Снизу, наверное, не буду делать. До пола не буду. Чтобы доставало. Буду аккуратненько выбирать. Под углом сделаю. До стены. Чтобы если раствор будет расширяться, нагреваться, охлаждаться. Чтобы он не ездил по плитке. Плитки ничего не будет. Это забыл, как она называется. Керамогранит вроде. Будет. Здесь будет утончаться. Может так плавный переход. Такой сделаю, чтобы не резкий. Здесь будет на штукатурено. Просто за штукатурено. А здесь будет уже с утолщением. Сейчас покажу сверху, как это выглядит. И выше нельзя было делать, потому что здесь окна прочесные. Это первое окно. То, что выходит. Второе. Третье. Так что надо до них сделать. Ну, тут, соответственно, заровнять. Чтобы оно так сильно не торчало. Здесь тоже придется заштукатурить. Естественно, что здесь штукатурилось, как попало. Что попало, вот углубление вообще. Поэтому придется как-то совмещать. Марки из раствора. Никаких вот этих самодеятельностей. Типа металлические маяки. Такого нет. Они кривущие. Ужасно кривые, неровные и толстые. Сами по себе. Самые тонкие 3 миллиметра. Что меня совершенно не устраивает. Сначала провилом верхние маяки почищу. Чтобы они были параллельно. Горизонтальность. Затем почищу вертикаль. И потом уже буду смотреть. То есть я чуть больше раствора на это нанес. Чем надо. И тогда уже буду смотреть толщину. Потому что тут непонятно. Тут какое-то углубление получилось. А здесь утолщение. Ну и здесь соответственно самое глубокое место. Где-то вот тут вот. Покажу издалека. Внутрь буду проливать сначала жидким раствором. Чтобы туда проскакивало под ту сетку. Тонким слоем. А потом посмотрим. Уже может буду просто намазывать шпателем. А может буду сразу раствором. Ковшом закидывать туда в глубину. Ну тут очень много надо будет. Много туда закидать. Поэтому мне с этим сложно. Ну никогда не делал с таким вот. Большим слоем сетки. Двойным. Классической штукатурки. Вот тут даже больше намазал. Марки будут небольшие. Узенькие такие. Ну и раствор соответственно тут. Под маяки тоже будет узкий. Но туда надо будет залить жидким. Чтобы он вот эти все неровности забил. Потому что шпателем туда не получится. Оно все вниз падает. Вот здесь вот. Если присмотреться. Все что я тут намазывал шпателем. Вот так намазывал. Тут намазывал. Там намазывал. Все. Ну туда падало. Часть выковыряло. Часть оставил. Да. Если делаете печь. Сразу делайте чуть толще. Потому что это просто растопил печь. Раскаляется. До невозможности. Просто невозможно. Слой из кирпича сюда лепить. Оно уже не то. Уже не то. Никак его не закрепить. Ни к чему не перевязать. Он будет стоять. Пока не отвалится. И не отпадет. Я решил замонолитить его глина железобетоном. Глина бетон. Ну и соответственно железо. Большие такие пространства. Глина не заштукатуривал. Я раньше штукатурил. В основном мне нравились цементные растворы. Ну а здесь такое. В общем. Я надеюсь, что внутри будет хорошо держаться. Вот в этих карманах. Эта полоса. Вот эта. И вот эта третья полоса. И за счет этого. Будет держаться та сетка. А эта сетка будет держаться за счет гвоздей. На гвозди будет нагрузка идти. Вертикальная. Ну и сама по себе не даст. Отвалится куску глины такой большой толщины. Думал не загибать. Потом решил все-таки загнуть. Так будет лучше. Вот посвязывал местами. Не густо. Каждый вот. 20 сантиметров. 15-20. Так вот. В принципе этого будет достаточно. Когда зальется раствором, оно будет держаться очень крепко. Я думаю, что будет надежно. С вами был Арсений Селезнев-Зиробой. За штукатуре жидким раствором первый слой. И тогда еще сниму видео. Значит, вот это у меня где-то около килограмма извести. Растворил с водой. Здесь где-то около пол ведра золы. Она как пластификатор очень хорошо работает. Но этот, я думаю, известь со временем станет крепче. Наберет с помощью углекислоты прочность. И вот эта глина с песком. Такая. Ей раньше просто штукатурили. Просто ей. Вот такая вот получилась штукатурка. И в принципе держалась нормально. Но я думаю, что будет держаться еще крепче. И будет еще пластичнее. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев-Зиробой. Может выставлю маяки-то. Сниму еще одно видео. Посмотрим. Так что печка. И пришлось вчера затапливать печь. Хотя у нас уже очень тепло. Но в принципе резко похолодало. Несколько дней было прохладно. В доме начала падать температура. Так что под маяки расстояние подсохло. Вот это усиление под маяки. И я думаю, что можно будет уже заливать туда основу под маяки. Чтобы там уплотнялось. Но уже не будет падать. Потому что если просто намазывал толстым слоем. Оно просто брало и отпадало. Отваливалось куском таким. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока.